всем привет солнечный санкт-петербург сегодня поговорим о режиме который я использую фотографии много лет как я к нему пришел как пришел как обычно с зеленого режима все приходят с этого режима режим называется приоритет диафрагмы обозначается на фотоаппаратах а в апертур от апертура приоритет зачем он нужен за тем чтобы вы смогли контролировать объекты по резкости я рассказывал что фотографии резкость имеет ключевое значение резкость первого плана второго третьего плана выбираете именно диафрагмы поэтому этот режим вы с помощью этого режима можете контролировать вашу фотографии зеленый режим обсуждать не буду это для новичков в основном есть еще полностью мануальный режим и режим приоритета выдержки я использую режим приоритета диафрагмы комбинации с коррекцией экспозиции то есть в ту или иную сторону в зависимости от затеменности объекта или наоборот пересвета этого достаточно вполне чтобы контролировать выдержку экспозицию собственно говорят саму поэтому такой режим самый популярный с помощью которого всегда можно создавать какие-то интересные вещи основное конечно это отделение объектов от фона выделение поэтому в режиме приоритета выдержки который в основном сделан для каких-то быстродвижущихся объектов где вы хотите передать скорость или наоборот показать что это медленно все происходит ну в этом случае вы тогда не сможете контролировать диафрагму ну и основной режим конечно это полностью мануальный режим когда уже наберетесь опыта можете пользоваться полностью мануальным здесь вы должны сразу контролировать множество параметров если ваша камера может снимать на высоких и зона таких камер ну практически не существует шумы все равно выползает их видно как с ними не борются поэтому вы должны контролировать и чувствительность фотоаппарата и диафрагму и выдержку экспозицию собственно говоря все параметры которые позволят снимать нормально можно конечно сразу начать пользоваться ручным режимом посмотреть что получится и уже исходя из этого корректирует степень но для меня режима в наиболее оптимальный еще один важный момент в цифровых камерах в отличие от пленочных где чем больше вы закрываете диафрагму чем резче становится картинка ну до определенного так края цифровых поскольку это носитель электрическая система матрицы она очень зависит от количества сигнала который производит матрицы после попадания на нее света соответственно интересная особенность в том что до определенного уровня закрытия диафрагмы система может быть резкой а дальше резкость падает стремительно поскольку сигнал уменьшается электрический и соответственно размывается картинка снизаль снижается яркость разрешение все остальные параметры поэтому для того чтобы определить каких же пределах ваша конкретная камера с объективом имеет резкость и объемность картинки которая связана с яркостными характеристиками цветными характеристиками контрастом вы должны сделать в разных режимах несколько снимков посмотреть и уже понять вообще в каких режимах ваша камера дает лучший результат для вашего жанра это ни в коем случае вы не сможете определить по таблицам по каким-то то есть это только практическим методом определяется именно связка камера и объектив конкретных потому что в моей например камере сигма трехслойная матрица павион имеет нижние слои которые на которые поступают мало света меньше света чем на верхние слои поэтому она имеет особенность в разных цветах плюс это конечно учитано производителем самим но все равно например на полностью открытой 2 и 8 камера дает очень резкое изображение несмотря на то что должно быть все наоборот это связано как раз с поступлением электрического сигнала с яркостными характеристиками в определенных режимах при снижении разрешения например vps режим который я снимал видео когда ячейки матрица объединяется количество света увеличивается соответственно камера дает еще большую яркость яркостную характеристику поэтому позволяет снимать закрытых диафрагмах с очень резкой картинкой несмотря на то что разрешение снижено вот такие особенности и ваша камера наверняка тоже какие-то вещи особенности есть которые вы сможете сами обнаружить это очень интересный процесс поскольку когда вы поймете на что способен ваш инструмент вы будете с ним на ты вам будет проще все гораздо вот такие пироги